друзья здравствуйте с вами школа бавсуновского программирования сегодня мы поговорим о том как правильно изучать джанго я прошу кому интересно послушать буду говорить медленно и видео будет длинная кто считает как-то по-другому пожалуйста закройте видео например я получаю письма да вот человек два года назад носил телефон и сегодня работает разработчиком джанго школа ему помогла остановите видео почитайте школа ему помогла понять как работать джанго правильно цель школы поставить на ноги чтобы человек мог развиваться сам в разных языках но сегодня мы поговорим о джанго на сайте spb-tu.ru вверху есть как правильно изучать джанго здесь разные выписки сообщений сюда же добавлю это видео другие методики ребята не работают школе было много раз вот приходит человек говорит вот я начинал изучать версии 111 и ничего не понял абсолютно верно это не тот вариант когда надо изучать разную версию выход только один изучать разные версии версии в джанго надо привыкнуть к перемещением сможете вот я сейчас буду писать да сейчас кое-что я написал сможете научиться отделять ядро отделять ядро от обслуживания от как тут правильнее обслуживание от других операций сейчас я поясню операции джанго тогда будете писать будете писать все зачем это нужно да почему нужно понимать ядро джанго то есть работать нужно с разными версиями джанго это мое утверждение и это единственный выход например я приведу пример вот сейчас мы работаем с джанго 2 да смотрим в джанго 2 изменились юрлы а до этого 15-летний 15-летний код юрлы были другие то есть получается если человек начнет изучать с версии джанго 2 то ему код прошлых библиотек будет непонятен но это еще не главное ладно с юрлами он разберется в чем же главное изучать надо разные версии джанго для того чтобы переписать любой код под себя как правило человек берет библиотеку да вот начал изучать с версии джанго 2 берет библиотеку там которая поддерживает только там вой 1.8 1.11 и бац она не работает а на самом деле если человек немножко соображал то зачастую надо поменять юрлы поменять какую-то одну строку в представлении и эта библиотека сразу работает абсолютно с любой версии но если человек начинает изучать только допустим определенную версию джанго это тупик одна версия это тупик основная задача это научиться отделять ядро от других операций джанго ну хорошо давайте познакомимся с ядром давайте наберем джанго что такое ядро джанго на самом деле ядро джанго не меняется не менялась практически не версии 1 да вот было там потом 1.1 1.2 1.3 там 1.8 1.1 не версии 2 ядро джанго везде одинаковое что такое ядро джанго когда мы открываем документацию мы как раз и видим это ядро и если взять конкретику то например работа с моделями то есть само построение урм сами сами модели да то есть настройки по и полей вот 0 был и версии 1.1 есть версии 2 бланк то есть тоже там допустим сделать возможность запись пустой был и там и там они могут только добавляться с версиями или там опции мета они одинаковы во всех версиях джанго могут только добавится некоторые элементы но то что они будут записываться и то что они будут делать одинаково во всех версиях жанга или вы вот такой основной элемент как выборка с модели до кирсет api они что же ничего не изменилось версия 1 то есть тот же синтаксис до к версии 2 добавилась методов выборки до чуть больше но сам принцип он остался это главный вопрос и это облегчает понимание значит дальше в ядро входит это сам принцип написания представлений и связи с урел он тоже остался тоже связь представлений шаблонами формы а вот дальше все тоже файл настроек это все изменчиво и это надо понимать то есть давайте сделаем так первое нужно понимать ядро джанга и уметь его отделить уметь отделить от чего от операции других жанга которые вокруг ядра добавляются но для этого надо немножко понимать историю джанга история развития джанга следующая я не буду пересказывать понятно что джанга было с высоконагруженного сайта сделано надо отметить главное до версии 1.6 джанга развивалась по соображениям разработчиков я помню это было 2011 году когда собрались разработчики 11 или 12 и с того момента решили добавлять джанга самые востребованные библиотеки на самом деле за эти годы люди написали довольно большое количество библиотек их море и вот самые востребованные начали включать в само джанга ну например до версии 1.7 джанга могла только создавать таблицы а удалять не могла нашелся умный парень который сделал библиотеку соуч и с этого момента при добавлении допустим к 1.6 тот же той же библиотеки соуч джанга уже могла и создавать таблицы и удалять и вот в 1.7 эту библиотеку соуч включили и мы получили две новых команды mac immigration и миграции теперь джанга автоматически добавляет удаляет таблицы в 1.8 например версии была добавлена поддержка любых шаблонов в 1.9 были добавлены миксины классов но это я просто знаю многие этого даже не знают не догадываются и смотрите момент до единственный способ разобраться в джанга это работать с разными версиями джанга я рекомендую работать с версиями джанга начиная с 1.6 зачем это нужно и почему это выгодно вот ответ первое переписать любую любой код библиотеки под себя то еще один ответ хороший на данный вопрос использовать 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 любую библиотеку независимо от версии когда человек плохо знает джанга он допустим скачивает библиотеку но там написано поддерживает 1.8 там до или там 1.7 ну все она у него не работает на самом деле если бы он работал по моей методике зачастую надо просто юрлы сменить и одну там строку в представлениях и библиотека заработала для этого надо в принципе понимать работу джанга это архиважно ребята четвертое затраты времени и пятое напишу сам метод работы я чтоб не забыть себе и 6 напишу на примеры на примере контекстных против контекстных процессоров ну рассмотрим просто вот сейчас попался вопрос по контекстным процессорам но принципиально причем из контекстный процессор да не причем но принципиально на примере их покажем как работать смотрите затраты времени но хорошо затратите вы ну пусть неделю ну пусть две пока посмотрите уроки и проделаете под под джанга 1.6 а теперь вот он конек и вот этот принцип джанга у джанга разработчиков есть строгая позиция версии несовместимы разработчики должны переписывать код когда человек ребят это очень важная мысль когда человек изучает допустим одну версию джанга ну вот я встречал часто приходит человек ну я вот работал с версии 1.11 и ничего не понимаю правильно потому что я говорю что надо ребята это ключевая мысль различать ядро джанга и операции вокруг ядра вот откроем пример смотрите вот у нас реверн слейд то есть куда возвращать вот это путь в джанга 2 а вот это путь до джанга 2 это версия 1.8 1.9 зачем я это показываю мне надо было знать что это такое важно знать когда я знаю что это например в данном случае куда возвратить пользователя по умолчанию то мне не составит труда я просто должен знать и не важно в какой версии ребята я познакомился в 1.8 или нет дальше за меня по чарам я знаю что это такое мне достаточно что сделать получить красную лампочку и импортировать все я импортировал по новому пути почему я смог это сделать по одной простой причине потому что я знал что этот элемент делает если бы вы изучали только одну версию джанга никогда бы не догадались не было опыта но когда вы изучаете допустим 1.6 1.7 1.8 работаете с разными версиями джанга вы вынуждены привыкнуть к изменениям джанга ключевым изменениям и и с этого с этой вещи вы начинаете вносить в принципе а как правильно изучить джанга ну вот давайте посмотрим пример с письма да вот я наблюдаю за человеком недавно начал изучать джанга сначала ничего не понимал потом я ему порекомендовал а сделай ты пожалуйста уроки вот в этом разделе ребят школы соображаем и делаем также если хотите чего-то понимать то есть вот уроки джанга средний уровень да тут довольно много уроков 50 но если взять голую цель с этих уроков то в принципе я увидел что человек понял сейчас я поясню горя голая цель с этих уроков понять как работает джанга но это еще не все где-то он сбрасывал домашнее задание ну вот вот он сбросил домашнее задание тут на сервере да это первые знания но я вот с этого момента понимаю пока это пусть одна страница там домашнее задание создать файл уже и айпи сделал создать с базами создать без баз а принцип в чем принцип в том чтобы понять сейчас я отвлекусь что а как записываются и работают юрил а как юрил связан с представлением а как представление связано с шаблонами то есть это то что в джанга никогда не будет меняться это принцип но смотрите ядро осталось но вот первая трудность о которой я и говорил поступает человек очень верно и для себя возьмите алгоритм возьмем контекстный процессор вот мы взяли элемент контекстный процессор с версии 1.6 изменились по моему в 1.8 и 2 все там одинаково но изменения есть первое что нужно делать вот к этим изменениям и надо привыкнуть которые происходят около ядра джанга то есть в зависимости от добавления тех или иных библиотек разработчики не меняют сам смысл контекстного процессора то есть смысл он что был версии 1 что версии 2 один и тот же если мы хотим получить элемент ну например фотографию чтобы эта фотография отображалась на всех страницах сайта независимо мы для этого и пишем контекстный процессор вот где они живут хотя вот то есть да вот допустим здесь вот стандартный вывод сообщения авторизация запросы отладка и сюда мы будем добавлять свои хотя файл настроек поменялся но ребята еще раз повторяю если вы в 1.6 джанга написали контекстный процессор мог измениться местоположение могло измениться могло измениться какой-то код добавится какой-то элемент да но сам смысл контекстного процессора не изменился причем здесь контекстный процессор просто он попался но так устроены все элементы джанга которые изменяются и именно к этим изменениям мы должны привыкнуть и научиться их быстро решать запомните ребята школы вот человек сделал правильно первое вообще мы должны представлять а что делает этот элемент в данном случае если это контекстный процессор то мы себе отвечаем первый вопрос контекстный процессор дает нам возможность получить любой элемент на любой странице сайта потому что допустим если мы пишем представление на какую-то страницу то она и будет отображаться а вот контекстный процессор выводит ту же фотографию на всех страницах независимо на любой это нужно это удобно второе вижу что с методики обучения сергей понял то есть а как создавать вот я я говорил а надо ну расписать алгоритм и вот он пишет для того чтобы создать контекстный процессор нужно создать питон файл в проекте написать нему нужную функцию добавить название файла в настройки темплей контекст протессор вписать из функции ключ переменную нужный html главное чтоб он понимал но опять не видим не работает я пока не буду включаться я стараюсь давать рекомендации потому что я понимаю что вот в этом моменте человек должен разобраться и здесь ребята основная рекомендация вот я написал попробуйте решить вопрос вместе с другими ребятами школы основная и сложности джанга это перемещение библиотек и мелкие изменения в то же время есть ядро джанга которое одинаково в 1.1 и 2 мы с вами это рассмотрели больше именно ядре начал говорить здесь то есть мы уже более подробно рассматриваем ядро на принципе джанга 2 да решение привыкание джанга только одно работать с разными версиями как вы сейчас делать тогда научитесь если изучать одну какую-то версию например последнюю то это тупик бесполезно итак первое увидел сделали на примере контекстного процессора описали то что сделать по шагам дальше ребята архиважный момент в учебных целях например уроки 1.7 рекомендую выполнять минимум в трех разных композициях то есть создайте виртуальное окружение 1.7 1.1.1.2 вам во первых в два вы сможете писать немножко другие юрлы и когда вы сделаете контекстный процессор в трех этих версиях вы четко у вас отложится изменение но самое главное вы внутренне подготовите к себя к будущим ситуациям что джанга может изменить путь локализацию но не принцип действия то есть контекстный процессор и это относится к любым другим элементам джанга он и остался контекстным процессором тогда ответьте мне на вопрос если вы знаете что такое контекстный процессор знакомились с этим в джанга 1.6 как вы думаете сможете ли вы с большой вероятностью решить этот вопрос в джанга 2 да сможете просто вам надо пример кода либо с доков либо чей то но если вы проделаете как я говорил в джанга 1.7 в джанга 1.11 в джанга 2 один и тот же проект займет это чуть больше времени но до вас начнет доходить сам механизм работы джанга другого пути ребят нет вот эти моменты они открывают вам действительно настоящую свободу действий где я свой создавал вот это мы рассмотрели сам метод работы на примере контекстных процессоров если вы будете делать именно таким образом то смотрите когда вы работаете например именно с контекстным процессором вы изначально понимаете что контекстный процессор его цель отображать элемент на всех страницах сайта у вас остается нерешенная часть проблемы это как как это делается в джанга 1.6 как это делается в джанга 1.11 как это делается в джанга 2 то есть сам код во время кода вы получаете ошибки начинаете когда вы работаете по этой методике начинаете в этих ошибках понимать глубоко и уже считываете на полсекунде где-то через полгода через год то есть именно так это вас приводит к тому что вы можете переписать любой код под себя это вас приводит к тому что вы можете расширить либо переписать абсолютно любую библиотеку и если вы работаете с разными версиями джанга особенно как вот она развивалась с ее историей вы даже уже по файлу настроек легко понимаете ага в какой я версии нахожусь и что ожидать что поменять если 1.6 так я сменю юрлы уберу там discovery то есть я уже вот даже представил я уже понимаю что мне надо изменить для версии там 1.8 или для версии 2 да именно к этому надо идти ребят это архиважно вы можете идти другим путем не будет толку проверено на времени почему это мы уже говорили джанга делает несовместимые версии позиции разработчиков джанга что разработчики просто берут и мы мы как пользователи разработчики должны переписать код вот и все но чтобы переписать код надо по крайней мере пусть чуть больше времени вы затратите говорю на 1.6 пусть на 2 недели больше на 1.7 на 3 недели пишите потом ну хотите на 2.2 на 2 версии это ж не вопрос но самое главное у вас появится понимание понимание ребят теперь в школе очень сильно связано такие моменты ребят обратите внимание когда мы входим в кабинет вот здесь есть кроме видео уроков еще самостоятельная работа практика Python ООП и она начинается с функции там мы еще даже не доходим до ООП уже вот мы проходим магические методы но именно это чистый Python и его надо делать то есть здесь с одной стороны первый метод вы смотрите видео уроки второй метод вы занимаетесь самостоятельно обсуждая с другими и развивая принципы чистого Python так вы будете писать и архиважный момент который заложен ведь именно когда человек это я сейчас немножко перескочил но это очень важная мысль начинает решать вот как я показал на разных версиях вот это уже чисто ваше развитие и чисто ваше понимание в жанга да когда вы проделали ага бац вы понимаете для чего вам нужен контекстный процессор в данном случае да вы это понимаете значит уже 50 процентов успеха даже 80 дальше единственное вам надо это выяснить да как это делается в разных версиях и вот это уже идет именно самостоятельная работа мое дело направить но тогда вы получаете вот этот опыт вот эту радость и действительно начинаете писать и развиваете да мы в школе рассматриваем уже довольно более сложные вещи это как написание соцсети той же я как раз сейчас делаю уроки уже наверно для многих сделал потому что закончу то есть здесь мы писали лайки к контакте использовали джукери аякс вот сейчас поставили редис и так далее делаем подписку но все это будет потом ребята сайт spb-retout точка ру это изучение ядра джанга изучение понимания изучение python я рекомендую ориентироваться по значкам которые крутятся в кабинете работать в группе с практикой python кроме просмотра видео уроков это видео я добавлю также сюда и так подводим ключевую мысль первая задача изучение какой-то одной версии джанга ни к чему не приводит по одной простой причине но начнете вы изучать версии 2 а там напрочь поменялось юрлы а предыдущие 15 лет код который наработан вы на него будете смотреть большими глазами это неправильно при получении ошибок джанга вы начнете имитаться у вас нет опыта наработки ошибок именно этим способом именно этим способом повторяю который я показал здесь и идет наработка мы поняли что это за элемент сделали в разных виртуальных окружениях один и тот же проект именно здесь вы начинаете сталкиваться и осознавать ошибки потому что вы четко понимаете что вы делаете вы расширяете эти знания вы начинаете приобретать опыт правильного поиска то есть найти то что вам именно нужно потому что у вас есть конечная цель то есть вот так вы становитесь именно разработчиком джанга делать это не делать мне ребят честно фиолетово кто делает тот пишет и пишет быстро уверенно кто не делает наверно тоже пишет но немножко сложнее и приходит тоже к этим вещам поэтому я рекомендую пусть вы времени ну чуть чуть больше будет но если вы научитесь отделять ядро джанга и основные операции от то что добавляется в джанга да и оно то что добавляется может изменять местоположение именно вот это и вызывает сложность работы с разными версиями джанга но способ решения я вам показал для тех кто начал с этого видео ссылки в описании видео на статью как правильно изучать джанга спасибо за доверие все получится спасибо